Мы с вами находимся на вполне серьезной выставке современного искусства. Так что для того, чтобы создать вот этот довольно забавный и милый шедевр, человечеству пришлось когда-то изобрести наскальные петроглифы, фаюмский портрет, возрождение, барокко, рококо, ампир и сделать великое множество других художественных открытий, о которых мы и поговорим в сегодняшней передаче. Есть множество теорий возникновения живописи и вообще искусства. Например, из религии, магии и тотемизма. Или из присущего человеку даже раннего родового строя чувство прекрасного. Ну и, конечно, марксистская теория, по которым главным источником первобытного искусства прежде всего была трудовая деятельность. А уж потом, с развитием общественных отношений, появились и сюжеты, связанные с личными переживаниями человека эпохи Палеолита. Наши предки в тяжелые времена своих старых и немощных родителей ну или убивали, или поедали и так далее. Но затем стала цениться мудрость стариков. И поэтому они стали оставлять головы своих родителей в своих хижинах, с которыми можно посоветоваться. Ну, через определенное время пришла кому-то идея вместо головы пойти к такому человеку, который на доске может нарисовать вот это лицо. Это, можно сказать, был такой первый портрет. Портрет – самый древний жанр изобразительного искусства. Первые образцы обнаружили в VI-VII тысячелетии до н.э. в Иерихоне. Это произведения, вылепленные на черепах. Затем мы знаем в Древнем Египте фаюмский портрет. Ну, портрет, он еще был тесно связан и взаимосвязан с масками духов. Вот отсюда пошла иконопись в церкви. Впоследствии будет создано множество живописных техник. И Леонардо да Винчи даже придумает такое определение – живописью является все, что оставляет какой-либо след на чем-то. Ну, а еще одним немаловажным открытием первых художников было, пожалуй, следующее. Нарисовав оленя или охотника, а еще лучше вождя, шамана или фараона, ты оставляешь след не только на камне, но и в истории. Каждый властитель приходит с тем, чтобы каким-то образом закрепить свое место в истории через памятник архитектуры или какого-то другого искусства, вида искусства. Причем активно вмешивается в характер и смысл этого памятника. Ярчайший тому пример – величайшее произведение искусства древнего Египта, посвященное исключительно фараонам по заказу тех же фараонов. Пять тысяч лет назад иметь вот такую пирамиду было, наверное, так же престижно, как сейчас, так сказать, иметь дачу в хорошем районе Подмосковья. Правильно? Правильно, да. Это дача в загробном мире. Кажется, все силы и несметные богатства этого государства тысячелетиями тратились исключительно на монументальную пропаганду величия тамошних правителей. Впрочем, именно благодаря обилию таких художественных свидетельств мы достаточно хорошо знаем историю египетских царств и династий. А еще именно египтяне изобрели живописный сюжет, канон и почти реалистичное изображение персонажей. Хотя, конечно, главные художественные достижения того периода принадлежат античности, открывшие совершенные пропорции пластику тела, цвет и светотень, геометрическую точность линий. Ну а что касается римского скульптурного портрета, это уже не только абстрактные боги, герои или важные государственные должности, это уже люди со своей индивидуальностью, в общем, почти реализм. Надо заметить, что до возрождения живопись была плоской, как детский рисунок, или как икона. И только начиная с работ Донателло, Мазаччо, а затем Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, портрет, как в подражании скульптуре, наконец-то приобрел объем, третье измерение. Впрочем, его техника может быть какой угодно, достаточно посмотреть на работы Пикассо, Модельяне или Сарваторо Дали. Мы поговорим совсем о другом. В чем состоит волшебство, магия портрета, которую отмечали многие писатели, и есть ли, как они считают, некая таинственная обратная связь между человеком и его портретным изображением? Человек как бы через скульптуру, через живопись открывает потайную дверь своим золотым ключиком и встречается своей собственной душой. И вот эта встреча, она настолько, иногда обогораживает человека, настолько ему не позволяет быть уже низменным, сделать его духовно красивым, что, конечно, полностью меняется. Говоря о портрете, о европейском портрете, о портрете европейской изобретения, нужно иметь в виду, что наше отношение к нему нынешнее сформировано романтической мифологемой. Мы ищем в нем души, психологии. В то время, как родился портрет и функционировал совершенно с другой задачей. В уставе Ордена Андрея Первозванного четко сказано, что если кавалер Ордена совершил преступление, и его не могут казнить и предать наказанию очно, то он и действие совершает над его портретом. Портрет исполнял функцию заместителя. Заместителя того, кто сейчас отсутствует. Державин без тени улыбки описывает, как в день тезоименинства Екатерины у ее портрета чиновники произносят хвалебные речи, рассказывают о достижениях, а хозяин дома даже кладет к подножию портрета своего ребенка, как к алтарю. Впрочем, такую сцену можно легко представить и у вполне современного изображения. Коли портрет был заместителем, то к нему предъявлялись совершенно особые требования. Самое главное было проявить идею этого человека, его заслуги. То есть портрет в этой функции был равен надгробию, где того времени, где очень подробно писалось генерал-аншеф, кавалер того, сего, участвовал в таких походах, всяких походах. Совершенно не случайно к портрету приписывались новые ордена и новые медали. Один раз я лепил одного генерала. Пришел вначале один полковник, сказал, что надо сделать. Потом пришел человек повыше, еще повыше. И вот когда пришел самый-самый главный командующий, он говорит, вот так надо сделать. Я уже сделал, как он хочет. Когда всем понравилось, я понял, что я вылепил фронт Томаса. Человек хочет всегда увидеть свое парадное отражение, которое ему льстит. Этим занимается массовая культура. Массовая культура льстит обществу, человеку и власти. Художник на эту позицию никогда не встанет больше. Он всегда занимается неприятным выкапыванием каких-то недостатков. И это делал, между прочим, Караваджи, это делал Рембрандт. Понимаете, не сегодня это началось. Мастера, которые хотели польстить свои модели, они пренебрегали или сознательно забывали о непреложном законе искусства, что искусство свободно, автономно от жизни. А прежде всего они ставили задачу польстить модели. Отсюда выработанная веками схема парадного портрета. Изображение в рост, символизирующее величие, в мундире или в доспехах, колонна, намек на незыблемость власти, книга или рукопись, как показатель интеллектуальных усилий, ну и тому подобное. Ради такого художественного доказательства собственной значимости можно было потерпеть истроптивость признанного мастера. Впрочем, капризы портретиста и подлинная свобода художника – вещи разные. Очень долго на портретисте лежала клеймо ремесленника. Ну, скажем так, если вот в русской литературе освобождение принес Пушкин, да, первый человек, который боролся за авторские амбиции, авторские права, в том числе и за достойные гонорары, то в живописи это Брилов. Достаточно вспомнить известную историю, когда он не дождался государя, который должен был прийти к нему в ателье на сеанс позирования. Тот опаздывал на полтора часа, Брилов ушел в сердцах. Государь сказал только, надо же, какой горячий мужчина. Валентин Сергеевич Серов работал над портретом царя Николая II. Причем на сеансах присутствовала императрица. И ей работа не нравилась. И она сделала замечание маэстро, на что Николай II сказал, ты не имеешь права давать указания мастеру, я попрошу тебя покинуть мастерскую. Рубеж 19-20 веков время великих открытий не только в технике, но и революции в живописи. Сначала барбизонцы, дюпре, дубеньги, коро заново открывают природу, не академический, а реальный сельский пейзаж. А затем приходят импрессионисты и приносят с собой новый язык, свет, цвет, совершенно иные темы, а главное, невиданное до сели ощущение свободы. Импрессионисты – это создание другой реальности. Из художника, который ждал заказа от сильных мира сего, даже Микеланджело, художник из полупария, становится очень уважаемым членом общества, и более того, не просто уважаемым. На художника есть спрос, есть мода. Надо ли удивляться, что именно 20 век обострил вечный конфликт художника и власти? Именно в 20 веке власть начала конфликтовать с художниками, а художник с властью. Причем власть, она стала претендовать на то, чтобы самой быть художником. Вот Сталин, как известно, сам правил градостроительные чертежи Москвы. Гитлер, как известно, проектировал новый Берлин, новый Мюнхен, новый город Линц. Хуан Миро и Дали, и Пикассо были изгоями франкистской Испании, что у Франко было свое искусство с доярками, металлургами, вот со всеми узнаваемыми мотивами, которые были и в советской живописи. А вот эти великие люди были изгнаны. Пикассо, который писал портреты разных людей, людей разных социальных сословий, он был верен своему искусству. Когда модель не была удовлетворена, и она считала, что не похожа на то, что изобразил мастер, Пикассо отвечал, пройдет время, и вы будете похожи на мой портрет. Художник – это человек, который думает о том, чтобы человеку в обществе было хорошо. В тоталитарных или в авторитарных режимах эта ситуация просто наглядна, что у власти, у диктатора и у его элиты одно представление об искусстве, о миропорядке, где царствует единое началие, где есть масса, а не человек, и где над массой стоит император. И есть позиция искусства, которая поддерживается художниками, где главным является личность. Впрочем, мы живем уже в новом веке, и, кто знает, может быть, теперь все будет по-другому. Это будет век других медийных институций, которые осуществляют связь художника с обществом. Интернет, флешмоб – это вот какие-то действия прямо на улице, это граффитизм. И для такого искусства музей не нужен. Ну, а раз так, то мы решили закончить нашу передачу об искусстве перформансом, флешмобом, короче, высокохудожественной акцией прямо на свежем воздухе. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok